Волнение школьников и строгий контроль. Чтобы попасть на экзамен, участники проходят через металлорамку. С собой берут только необходимое – вода, ручка и шоколад. Сегодня в 8-й гимназии досрочный экзамен сдают 93 школьника. Здесь те, кто не сможет сдать экзамены летом или провалили их в прошлом году. Михаилу Топелину для поступления в университет заработанных баллов не хватило. Сейчас он учится в Челнинском политехе, но с мечтой о высшем образовании не расстается. В первой части 23 задания. Решишь где-нибудь 15, может быть, 14 заданий правильные. Ты пройдешь, у тебя будет проходной балл. Проходной балл заработать с каждым годом все сложнее. Правила все строже, камер все больше. Есть и нововведения. Бланки с заданиями распечатываются прямо перед школьниками, сразу после начала экзамена. Далее его работы после того, как он закончил, непосредственно в штабе начинается сканировка его работы. То есть мы исключаем вообще весь момент того, что данный индивидуальный пакет может быть в дороге где-то вскрыт и могут быть туда какие-то внесены изменения. В этом году заявки на досрочные экзамены подали больше тысячи школьников и абитуриентов. Сдать экзамены они смогут до середины апреля. С 10 по 14 апреля резервные дни. Для школьников свои двери откроют сразу несколько пунктов приема экзаменов в Казани и Набережных Челнах. Экзамен начался в 10 утра и за металлорамку прессу уже никто не пускает. Единый государственный экзамен будет длиться ровно три часа. И его результаты будут известны через две недели. Сергей Хайдаров, Марат Саидгараев, ТНВ Казань.